Звездная звезда Звездная звезда Уже нет Уже нет Моей любви хватило на 10 лет Все эти 10 лет, пока я жила в Киеве У меня было ощущение, как будто он меня поддерживает Как город энергетический Мне было здесь очень легко Сейчас, возможно, я уже до такой степени Сама натворила всяких May a mess in my life Что мне здесь уже просто невыносимо И хочу куда-то... Может, хотя бы как минимум, за Как относитесь вообще к украинскому шоу-бизнесу? Я отношусь уважительно к украинскому шоу-бизнесу, и я считаю, что это правильная позиция, потому что у нас все то, что не получается у исполнителей, все радостно поливают дерьмом. А если у кого-то что-то получается, то все поливают дерьмом в два раза интенсивнее. И нет для молодых каких-то талантливых музыкантов, нет поддержки общества, потому что общество у нас так настроено, чтобы вот если кто-то выделился, если кому-то хорошо, надо обязательно втоптать грязь. И я чувствую это на себе, потому что чем больше у меня что-то получается, тем больше грязи в меня летит. И это очень неправильно, мне уже давно не обидно, потому что я понимаю причины этого, но мне обидно за тех, кто не может выдержать вот этого говнометания, потому что оно в зародыше убивает какие-то хорошие побуждения людей, которые хотят делать хорошую музыку, и поэтому ее так мало. Но самое стойкое, это надо быть либо сумасшедшим, чтобы решиться на это и не прогнуться под там вот эти все... Вот. А сделай то, что тебе действительно хочется. Искала много информации о тебе, хотела найти, откуда же ты приехала? Я приехала из Полтавы. Из самой Полтавы, да? Из самой Полтавы. А почему приехала именно в Киев? Покорять столицу? Я всегда хотела стать звездой. Да? А родители как к этому относились? Они сказали, что мне нужна профессия, чтобы я зарабатывала деньги, и поэтому я поступила на экономический факультет, но в университет культуры. Я знала, куда я поступаю. Вот это все общество, которое там, собственно, формируется в университете культуры, оно мне и помогло как-то попасть в ту сферу, куда я всегда хотела. Как пришла вот от экономики? А я туда и не заходила даже. Не заходила? Не заходила, да. Я плакала на экзаменах. Конечно же, я учила. Я как прилежная ученица, я пыталась выучить все, что у меня было в конспектах и в книгах, но я вообще не понимала, что это. А со временем это усугубилось вообще. Я теперь падаю в обморок везде, где надо заполнить документы или пройти таможенный контроль. Мне кажется, что я не свободна, что моя душа в заточении. И такое чувство у меня было все это время, пока я училась в университете. И всегда мечтала петь. Но я так даже сама себе боялась признаться, насколько многого я хочу от себя самой же. И, наверное, хорошо, что не признавалась, потому что я постепенно начинала это все в себе открывать. Вот. И теперь, конечно, все то, что открылось, это очень страшно. Когда первую песню написала свою? Первая песня была написана на первом курсе, по-моему. Ну, до этого я писала стихи, но я думаю, что это были какие-то гормональные, да, скорее, процессы. Вот. А потом я уже осознанно написала песню. Первая песня, написанная она была на английском языке. Какие ошибки не делать? Я чемпион ошибок могу сказать вам, что я действительно чувствую себя чемпионом благодаря этим ошибкам. Потому что это просто бесценность. Это гораздо ценнее, чем сидеть на одном месте и указывать на ошибки других. Ты плохой, ты не так сделал. Но я вот сижу сам, никуда не иду, потому что мне страшно. Но зато я обо всех все знаю. Это как-то, ну, не знаю, не по-пацански. Терки какие-то в шоу-бизнесе были? Есть прыги какие-то? Ну, я думаю, что есть люди, которые меня не переваривают и не переносят. И это достаточно, как бы, логично. Ну, я не стараюсь всем нравиться. Ну, ни с кем терок я тоже не поддерживаю. Если я вижу, какой-то конфликт где-то возник, я могу там ответить, либо отреагировать. Но ходить и думать о том, что вот у меня есть враги, там еще что-то. Такого нет. Например, дружба с Василисой Фроловой началась у нас с того, что мы поссорились в прямом эфире. Пришли презентовать первый клип по горчице в «Анни Месседж». Мы все-таки были на пафосе, мы же европейская группа, первый клип, мы все такие вот пришли. А Вася таких как раз она видит, и сразу она их не любит, и сразу достойно им дает вводную в украинский шоу-бизнес. И она такая мне, да на вас же украинский мейкап, да на вас же украинская прическа вообще, что такое? Я ей как-то тоже начала грубо отвечать. Но спустя время мы познакомились поближе, и сейчас просто шикарно дружим, общаемся. Ну, она всегда такая, как есть. Она всегда говорит то, что думает, и она не притворяется ничем. Как на сцене, она вот какая есть. Дома, когда мы сидим на кухне, открытая, веселая, какие-то театральные постановки кухонные, да, устраивает. Самый главный залог успеха? Да, я не знаю, это работа. Каждодневная работа над, вообще надо всем в жизни. Я вот еще не поняла, да, от чего это зависит, что некоторые говорят, так блин, я пойду дальше, я буду сильнее и круче. А некоторые говорят, все, я типа туда больше не пойду, и вот так вот я смирюсь. Я не знаю, потому что я вот вообще, ну, у меня нет никаких суперспособностей, как бы я не человек-паук. Я просто пишу обычные себе песни на английском языке, и обычно себе их пою. Может быть, я не строю там каких-то себе искусственных ограничений, да, там, что... Маме не понравится, что я выгнула бедро на бедро, она не будет мной гордиться. А папа откажется пересылать деньги мне на карточку из-за того, что я снялась в плейболе. То есть эти все социальные моменты, семейные моменты, они все нас все равно как-то немного удерживают. Это очень важно осознавать. А что с этим социумом делать? Понять и простить. Какие мужчины нравятся? Какие мужчины нравятся? Все. Я не знаю мужиков. У меня всегда такие мужчины были, они... И хочется посадить на диван, снять с них струсить там пыль какую-то, смахнуть. Ну, не знаю, полить водичкой. Они все такие нежные были. Разочарование же было? Мужиков именно, мужиков у меня таких не было. Один парень, с которым я встречалась три года, при первой встрече я увидела его, подумала, боже, какой красивый парень, жаль, что гей. А он оказался не геем, и мы потом прожили вместе три года, да. Что ты ждешь вообще от мужчины? Секса, замужество. Вот, и знаешь, у меня вот я так сегодня почему-то думала, что все мужчины, вот они красивые и сексуальные у меня были. И все. Ну, то есть они, конечно, хорошие люди, как бы, и там, можно их долго хвалить, но вот для меня всегда самое главное, чтобы мужчина был красив. Я не знаю, тут меня другие мужчины как-то вот, там, заботой какой-то, или я куплю тебе дом, там, я буду носить за тобой твой сад, не знаю. Меня такое никогда не привлекало, потому что я имею делать это все сама. То есть для меня мужчинам не стыдно, конечно, признаться, но, скорее всего, это как приятное дополнение, да. То есть, ну, я не умею строить с мужчинами отношения, вот, стандартные отношения. Ты мне то, а я тебе то. Да, они мне интересны как явление, но я бы, наверное, не смогла ни с одним мужчиной построить какие-то отношения, только потому, что я вижу всех людей, вот, вижу их насквозь. Детей хочешь? Учитывая то, что я не готова, там, какую-то семью создавать, или какие-то вот отношения, типа, вот, я сегодня пришел, я тебя собрал, лягу с тобой в постель, и мы с тобой притворимся, что у нас все заебись. Вот, такого, как бы, ну, я не хочу. Если я встречу такого мужчину, как и я, который вот, ну, я почувствую, наверное. Это я уже не знаю, почувствую или нет. А что это за разочарование? Все эти эмоции, да, они, возможно, у меня сейчас есть, потому, что я недавно пережила похожую историю, очень интересную, конечно. Придется таки написать когда-нибудь книгу, потому, что это очень смешно и печально одновременно. Вот. Ну, нет, я очень люблю мужчин, правда. Я, как она уже говорила в интервью, она хороший психолог. Я учусь у нее, она, наверное, учится чему-то у меня. Самое главное, это, мне кажется, говорить правду, быть самим собой, чему я у нее научился. Саша, с которым мы много работаем по нашей музыкальной профессии и довольно долгое время общаемся вот в этой дружеской, да, атмосфере, то он меня всегда действительно наполняет. Он мне вот говорил здесь только что, что там только мне так кажется, да. Но я надеюсь, что это не так, и что он просто стесняется говорить, что я тоже его как человек наполняю в нашем общении. Потому что это весело, это интересно, и всегда можно поделиться там какими-то дурными историями, еще чем-то. Но такие люди редко, вот у меня такие люди редко вообще случаются в жизни, что они появляются. Я стараюсь просто оценить таких людей. Ее главная цель это петь, делать то, что она хочет, что она умеет делать. Я ей говорил, и я это утверждаю, что она будет писателем. А этот домик в Лондоне, да, есть же такая мечта? Конечно, у меня есть мечта домик в Лондоне, да. И вот бросили бы все, все в Украине бросили бы, Киев, да? Да? Конечно. Естественно, всегда круто начинать с нуля, сначала. Не страшно? Не страшно. Кем бы вы приехали в Лондоне, певицей? Ну да, я больше ничего не умею. Я умею, конечно, еще то, что умеет певицей, но мыть посуду. Не знаю, нет, ну, такого это есть, такая мечта, но... Я не скажу, что если она не сбудется, то вот мне будет казаться, что жизнь не удалась. Нет, ну, просто мечта должна быть всегда какой-то, какой-то далекой там. Хотя это, наверное, не так уже нереально тут. Потому что здесь, конечно, вот я там наслушалась. О, вы такая крутая вокалистка, вообще самая крутая вокалистка. Ну, я же понимаю, что, например, в каком-то лондонском пабе такая крутая вокалистка фигачит там кавера каждый вечер. И вот, то есть все очень относительно, да. И я очень хочу равняться на какие-то более там, как бы... На кого? Сейчас меня очень вдохновила Джесси Уэр. Такая появилась британская исполнительница. Она моя ровесница. Вот. Я, конечно, не знаю, чем она меня вдохновила. Просто у нее очень свежая музыка такая. Вот. А когда вот наслушаешься уже всего и джаза, трип-хопа, соула, R&B, всего наслушался, думаешь, да черт, да что ж такое, ничего не хочется. А тут вот всегда для меня новое слово в музыке, ну как, относительно новое, всегда у меня для меня это Британия почему-то. А в Украине есть такие примеры, на которые хотелось бы равняться? В Украине? В России. В России точно нет. А почему в России нет? Не знаю. А, есть отличная группа Guru Group Foundation. Очень интересная группа. Шикарная, абсолютно вообще фирменные музыканты, крутые песни, шикарная вокалистка. Да, есть такие вот песни. А в России почему нет? Лично мне субъективно не нравится то, что русские песни всегда о том, как все плохо. И все наши, заметьте, наши украинские исполнители, которые имели там успех, это те, которые ныли о том, как вот, пели о том, как плохо. О, вахтеры, посуда там. Или там, ну вот, Славик Вакарчук прекраснейший, талантливейший. То есть там воспринимают только то, что плохо. А тебе плохо, ты наш человек, иди к нам, давай выпьем. Ну, все такое. А то время, когда в мире вообще, в нормальном, наверное, цивилизованном, ну, мне так кажется, культура песни другая. Ее призвание воспеть жизнь, да, там, раскрыть ее еще больше, сделать ее прекрасной. Это для этого песня, исцелить душу, а не вот это, если тебе хреново, дождь, кири, уже вторую неделю нет солнца, и тут еще тебе, на, вахтеры, посуда и шторы, и все. И ты понимаешь, что жизнь твоя, вот еще что, мое интересное наблюдение, что мои любимые британцы, они уже рождаются с мыслью, жизнь состоялась. Я родился, и у меня уже все получилось. Они с этой мыслью и с этой установкой живут всю жизнь, а у нас мы, я родился, и уже все хреново вообще. Плюс религия, которая говорит, что ты родился во грехе, то есть, ну все, это крест в начале жизни. Ты родился во грехе, ты уже, да ты, да ты нам не нужен, на хрена ты здесь родился вообще. Потому здесь вот все вот так вот. Это очень важные моменты, на которые нельзя не обращать внимания. Это те моменты, которые формируют нашу жизнь вообще, очень сильно на нее влияют. Ты верующий человек? Нет, не верующий. Ну а во что верить? Кому? Я вообще не верю, я просто проживаю опыт себе вот си-симинутный. Ну и как его там? Как относишься к пусирают? Как это? Вот эти все эти скандалы, они обычно проплачиваются для того, чтобы отвернуть внимание общественности от более важных каких-то дел. То есть пока бюджет половинится, еще раз потом опять половинится, все это разделяется, покупаются там дома на Мальдивах, что на здоровье. Я бы тоже хотела. Если будете делить, не забудьте. I mean, you know. Ну на данный момент она является вот единственным, я ее мог бы назвать другом, которому я могу все рассказать, поделиться, и она мне тоже сам. Что можете пожелать молодым исполнителям? Я когда приехала в Киев, я этим горела просто. Ну это даже невозможно описать, что это такое. Причем я понимала, что у меня нет ни возможности, у меня не было ни знакомых, ни каких. Вот я одна девочка приехала учиться, студентка. Но у меня было настолько огромное какое-то намерение это реализовать, и я чувствовала в себе вот эту вот... Ну вот это невозможно описать словами, что это такое. То есть если ты, ну как бы, себе это чувствуешь, то оно рано или поздно проявится. Есть люди, которые пытаются это заглушить, они боятся этого, начинают пить, начинают там какие-то кокаины, шмакаины, еще что-то. А есть люди, у которых нет этого внутри, но они там, чтобы доказать родителям или друзьям, вот смотрите, я пою, вот смотрите, я звезда. Таких людей, к сожалению, ну как к сожалению, они приносят вот, например, богатые, жены богатых бизнесменов, да? У них есть и полезная функция, они приносят деньги студиям, музыкантам, они могут платить, они тоже развивают шоу-бизнес в каком-то плане, да? Ну конечно, хотелось бы, чтобы этого не было, потому что они делают очень большое, большое преступление совершают против нашего народа, потому что музыка это очень мощный инструмент влияния на сознание людей. Те, кто это делает, они даже могут не осознавать этого. Но то, что просачивается в душу через музыку, потом является основой внутреннего мира человека. И то, какую он слушает музыку, формирует его жизнь, его внутренний мир, его взгляды. Вот, и те люди, которые поют про жопы, сиськи и сосни от сосни, ну, они веселятся в этот момент, они зарабатывают деньги, они даже можно выразить им уважение за то, что они собирают дворцы спорта вот такой музыкой. Я бы, наверное, не смогла. Но они не понимают, что это реально преступление. Я так считаю, и мне кажется, что так оно и есть. Что ж, хорошо, спасибо. Я думаю, я с вами еще бы говорила очень-очень долго, но, к сожалению, наше время заканчивает. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Это очень большая радость и честь для нашей команды. Спасибо вам огромное. С вами была программа «I love Kiev». Это была Елена Миссюра и Алоиз. Учитесь нас всех обидеть. С вами был Игорь Негода.